Плохой крышпет, у него там загнуло. Ладно, давай, поднимем. И потом тебя затягивает. Это как болото. Дуль поменять золотой, да? Диски покрасить в золотой. Ну как? Красивенько? Всем девчонкам цветов. Всем девчонкам цветов. Так, сегодня будет много хорошего для вас. Много призов и сувениров, конкурсов. Так что смотрите внимательно. Сейчас сделаю небольшой анонсик, чтобы не затягивать это видео, потому что я знаю, что многие вообще не хотят участвовать. Ой, ёптика. Потому что знаю, что многим это неинтересно. Многие хотят побыстрее видео посмотреть. Сегодня я разыграю кепки, кофты, наклейки, кроссовки. И все это будет 17 числа на канале Твич в прямом эфире. Для чего я это все делаю? Это, друзья, обратная связь. Благодарочка вам за то, что вы поддерживаете лайками, комментариями. Ну а второе, естественно, YouTube видит, что лайки, комментарии идут, подписки идут, колокольчики идут. Тем самым продвигает канал и продвигает видео в рекомендации. Тем самым можно сделать контент поинтересней. Скоро мы готовимся к путешествиям. Поэтому нужно копить денежку на путешествия в Германию и другие страны. Одесса, Германия, все меня ждут. И я вас жду, дорогие мои. Все условия я вам расскажу немного попозже в этом же видео. Ну а сейчас приятного просмотра. Да, сейчас будем наваливать жестко. Просто шшшшшш. А как ракета сейчас полетим. Стойте. Туннельчик, перегазовочка. Давайте, ребятки, погазуем. Вы же все хорошо помните, что у меня тоже был когда-то Сузуки GSX-R 750, который сейчас успешно катается в Эстонии. И скажу вам честно, я хотел сделать кое-какой проект из него. Сейчас мы покажем, что случилось с Андреем мотоциклом. Какие повреждения. Как вы помните, он суперудачно в прошлом году упал на рельсах. Ох ты, как я люблю такую дорогу. Бля! Съебу твою мать, нахуй. Петро в прошлом году упал, сломал себе плечо на мосту. Я за свою карьеру два раза падал. Один раз у меня мотоцикл сделал сальтуху. И был в хлам. Но его восстановили потом. Я его продал. Я вам советую всегда устанавливать защиту. Грузики. Слейдера, слейдера. Защита. Что еще тут? У Петрова вообще нет никакой защиты. Если на бок здесь упадет что-то, разобьет крышку и все, хана. И слейдеров нету. Сейчас вам покажу для чего слейдера. Называйте их как хотите. Отбойники, слейдера, крэшпады. У каждого свое название. Я тебе вручаю приз идиота на мотоцикле. Не комментируйте, на самом деле. Самая боль это вот это. Ну да, самая боль это пластик. Выломанный, вот именно эта херня. А вот выломанный пластик. Ну Андрей любит каждый год падать. Слова. Ну это вообще копейки стоит. Не ломай. Да-да, сломай. Нет, я наклею сейчас. Наклеек наклеишь? Так, начинаем осмотр мотоцикла. В прошлом году ты так же упал на эту сторону, правда? Нет, это же сторона, но в этот раз сильнее. В этот раз сильнее, а в тот раз опаснее было. Супер крэшпэд загнут. Это китайский у тебя крэшпэд? Плохой крэшпэд, у него там загнуло. А за сколько ты глушитель это покупал? За 500 евро. 500 евро? Не знаю, это одна из лучших этих контор этих французов. Подожди, вот этот вот отрезок за 500 евро? Да. Ты что, ты за 500 не заплатил? Ну ладно, он был у меня. А, ясно, он у него был. Я думаю, вот, и знаю, Андрей, он бы не купил за 500 евро глушитель, ребят. Ну чуть-чуть подножки. Сейчас мы поедем, заснимем место, где он упал. Я вам расскажу, как это все произошло. А, еще комбез у тебя вот покоцам. У него через комбез, прикиньте, поцарапалась рука до крови. Ну тебе, в принципе, взять на этот напильник, здесь немножко подрихтовать, и ты как гонщик. Я вот такой офигенный. Да, ты тру гонщик. Ну давай, ты первый, там, перегазали где-нибудь. Я знаю, что вы многие скучаете по Suzuki GSX-R. Я тут нашел одного парня, который купил себе Suzuki GSX-R, такой же, как я хотел раньше, в такой же расцветке, с мото-аукциона из Америки. Вот он, родненький мой. Красавчик. Красная смерть. И вот он, этот американец. Канал Мотозуев делает веселые ремонты. Я уверен, что это будет интересная история с этим мотоциклом. Залетайте к парню на канал, ссылка на его канал я оставлю в описании. Поддержите его. Спасибо вам за поддержку. Едем на место происшествия. Андрюха там хочет кое-что сделать интересное. Но это уже чисто для хайпа. Чтобы обложечка была потоповей. Ой, блогеры эти. А представляете, сколько людей попадает в аварии? И сколько людей падает на мотоциклах? И мы этого не знаем. Мы в основном видим то, что на ютубе или где-то в новостях. А еще у нас сезон-то короткий, так сказать. А если бы лето круглый год было? Тогда, возможно, и навыки были бы получше. Здесь чисто подвели навыки Андрюху. Сейчас я вам покажу, где это было и что случилось расскажу. И хорошо, что это так все обошлось малой кровью, так сказать. Было это все на открытие мотосезона. Мы уже сказали друг другу, давай, до свидания. И разъезжались по домам. Стояли вот на этом светофоре. В светофоре я пацанам говорю, перегазуйте в том туннеле. Ну вот и решили перегазовать в этом туннеле. Чисто ошибка новичка, как по мне. Что делает этот гонщик, этот райдер, суперопытный? Он перегазовывает и тупо отпускает сцепление. Мотоцикл падает, я уезжаю. Вообще не понимаю, что произошло. А? Не, ну я снимать буду. Да, это постанова, да, ложи моцик. Давай, да, втроем. Да, вот здесь его кинем сейчас. Давай кинем его просто. Вот так вот, видите, он хочет и прохайпиться еще на этом. Думаю, ты в тот момент, ты бы меня и споткал. И все, а тут мы были такие, знаешь, типа... Ну я уехал, я даже не понял, что ты упал, чувак. Да, да, кегли бы тут стояли. Кегли. Он меня чуть не снес еще. Если бы я скинул скорость, он бы влетел в меня. Я бы вот здесь скользил бы, наверное, он здесь. И был бы вот такой хайп. Все же любят падения, переломы, там еще что-то плохое. А вон Петров едет как раз. Вообще аккуратненько. Давай, давай. Красава просто. Привет, я был бы тут. А можешь еще лечь тут давай? Ляг, сори, ложись. Да. Отойди. Вот так вот делаются обложки, братан. Тебе фотки замутить тут такие еще? Сейчас. Да, да. О, привет. Да, конечно. Да пусть валяется. Пусть валяется. Ладно, давай поднимем. Вот так, Андрей, снимает видео. Уже кальчики, блядь. Вообще он легенький, он же 150 килограмм весит. Твоё пузо не зашло в кадр. Давай бодрячком. Давай. А, вот я тебе наклейку дам, давай. Я наклейки сегодня вожу с собой. О, таки теперь. Пожалуйста. Обложку сделал. Теперь будет целый сериал по восстановлению мотоцикла. В принципе, там ничего такого. Да, ребят, заходите к нему. Будет интересный проект. Мы сегодня еще съездим к мастеру, обговорим этот проект. Обсудим вместе с вами дизайн. Так что поехали дальше. И не падайте, катайтесь аккуратно. Кто-то из вас так падал с перегазовкой. А если бы был BMW S1000RR у него, ну или мотоцикл по новей с трекшн-контролем, такого бы не случилось. Он бы кинул сцепление, и колесо не пробуксовало бы заднее. А так вот видите, что произошло. Это хорошо, что он реально ничего не сломал. И так легко отделался. С липидки в рубашке родился. Сколько не падает, ничего с ним не происходит. Вот интересно, решились бы вы на такой шаг, как решился Андрюха. Скорее всего, если бы вы не снимали видео, навряд ли. После первого падения он все перекрасил, отклеил по новой. И сейчас нужно опять все это делать. Я ему предложил, давай сделаем типа что-то похожее на Street Fighter. Это не будет настоящий Street Fighter, потому что Street Fighter строится совсем по-другому. Это будет что-то наподобие Street Fighter. Прикиньте, сделать из BMW Street Fighter. Когда у меня был джиксер, я хотел сам сделать такой проект, когда упал. Сейчас подъедем к Ивару, посмотрим визуально, что мы можем сделать. Вы напишите свои идеи, я скажу свои идеи. И как мы все это видим? Весь этот проект? Пишите ему в Инстаграм свои идеи. Он постоянно читает в Инстаграм. Вообще вот эти все падения, Андрей, они настолько глупые. Часто мы падаем по глупости. Да-да-да-да-да. Вон, Мишанин недавно там уронил мотоцикл. Отрегулировал все сцепление или что он там сделал. Выезжает из гаражей, а сцепление не так. А вообще мотоцикл нужно готовить по полной, максимально, чтобы он был в отличном техническом состоянии. Постоянно смотреть обучающие видео, постоянно практиковаться, улучшать свои навыки. Ездить на трек, ездить на джимхану. Сделаем из этого мотоцикла просто пушку. Ни у кого такого не будет. А знаете, как это бывает? Ты начинаешь что-то делать, и потом тебя затягивает это, как болото. И ты хочешь лучше, больше, что-то интереснее сделать. Вот так всегда с проектами. Поначалу планирую мало денег уложить. Точнее, Андрюха планирует мало денег уложить. Потом может получится, что столько бабла уложишь, что мама не горюй. Вот он, мой Абибас. Абибасик мой. Ой, высокий такой. Сейчас выкачу, покажу, как он вообще выглядит. Уже, наверное, забыли, как он выглядит. Малыш наш. Ну вот похожая морду какую-то. Что? Надо на Алиэкспрессе посмотреть. Можно в СССР посмотреть различные варианты. Напишите, какую морду Андрюхе поставить на мотоцикл может. Это он со свистком еще. Противный звук у него лучше, звук должен быть. О! Вот это зло просто. Какой вырезанный слезов. На нем нужно аккуратно ездить. Охреный, да? Я чувствую, как он ездит, просто по кайфу. Ну да, могу только высоко поднимать. Копы едут за нами. Короче, идея простая. Сделать... Да, это не обращай внимания. Идея простая, да? Сделать из него по типу стрита. Другой руль поменять. Золотой, да? Диски покрасить в золотой. Придумать с мордой вот что. Нужно морду придумать какую-то прикольную. Ну, типа naked. Ну, типа naked, да, какой-то. Диски покрасить. Что тут еще можно сделать? И вот этот пластик, наверное, ну, вот так лучше как-то оставить, не? Да, он хочет хайпануть. Как переделать? Руль, перед, диски покрасишь. Диски вам покрасить, пара там там. Наклеечки другие всякие придумаешь. Ну, типа вот этот остается. Этот хвост, да, остается. Убирается вот вся морда, меняется передок. И вот здесь... Прямой руль. Да, здесь по пластику, смотри. Или ты оставляешь вот чисто вот это вот, да? Да куда он идет, пластик? Он тут разбирался, двойной шел. Но пластик, скорее всего, придется вот так вот резануть здесь. Чтоб круто выглядело. Дизайнер, а что вы скажете? Я не знаю, я... Не, ну... Не, ну, если ты такое делал, то... Покажи. Не, не, жопу не переделывай. Точно, вот это мы снимем и поставим туда. Нет? Надо, кстати, хорошо туда встать. Мне тоже, кажется, неплохо было. Какую морду вот сюда поставить? Может, как у моего, Street Fighter? Или нет? Ну, это самое нормальное. Золотой руль такой сделать, золотые диски. Обрезать внизу пластик этот. Я не вижу морды, как она выглядит. Ну, типа... Я вообще сомневаюсь, что он сделает стритуху. Да, если быть точнее, это не Street Fighter, а просто стритуху сделать из спарта. Какая колонка с водой, видели? Все, Андрюха уехал. Я думаю, что он посмотрит там, что все дорого стоит и передумает делать стритуху из спарта. Я что-то сам посмотрел и засомневался. А стоит ли это делать? Так, девочка едет на самокате. Я уже испугался, что она поедет дальше. Хотя у нас зеленый. Лучше притормозить лишний раз и избежать проблем. Привет. Немножко подкрасить и все. А так это руль поменять. Но если он его просто сделает, это будет скучно. Условия очень простые. Ставим лайк под этим видео. Пишем комментарий. Подписываемся на канал. В комментарии добавляем хэштег «факю грусть». Вот здесь, как на кофте написано. И 17-го числа я заранее сделаю анонс в Инстаграме, во сколько будет стрим на Твиче. Многие жалуются, что нужно подписываться на Твиче. Вам не обязательно быть подписанными на Твиче. Просто я делаю розыгрыши в прямом эфире, чтобы вы понимали, что все разыгрывается честно. Анонс, во сколько будет стрим, я сделаю в Инстаграме. Выберем победителя кофты и кепки, плюс наклейки. Ну а кто хочет выиграть кроссовки, то смотрите внимательно видео, в котором Анастасия вот сделала мне этот шлем. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. Ну что, встречаемся 17-го числа на канале Твиче. Всем спасибо, кто посмотрел видео. На следующий день понедельник, среда, пятница, 8 утра, 3 видоса, как обычно. Все, до новых встреч. Отлично проведите выходные. Пока.